Эти кадры харьковский альпинист Валентин Сипавин снял во время восхождения на самую высокую вершину мира. Путь к Эвересту занял полтора месяца. Из Харькова Сипавин улетел 5 апреля. В состав экспедиции вошли 9 человек и уже 16 мая самая высокая гора мира покорилась спортсменам. И сам штурмовой выход, именно финальный рывок, как его еще называют, саммит-пуш, он проходил не из базового лагеря, а из передового базового лагеря с СТ-6400. И он занял 4 дня. То есть это был переход на 7000 ночевка, переход на 7700 ночевка, переход на 8200. И в ночь, в четвертый день мы в 9 вечера вышли из лагеря и в 5.30 утра были на вершине и потом еще до 9 вечера спускались. Альпинист признается, победа далась нелегко. Поверить в нее он смог только тогда, когда до цели оставалось не больше сотни метров. Психологически давила высота, неизвестность маршрута, еще некоторые факторы, что может отказать кислородная система. Поэтому пока вершину в 100 метрах от себя лично я не увидел, я не был уверен, что мы на нее зайдем. И когда я увидел как раз на рассвете вершину в 100 метрах от себя, я понял, что уже, наверное, мы точно должны зайти. Сипавин стал пятым харьковчанином и 19-м украинцем, взошедшим на опасную гору. К цели он шел почти 17 лет. Альпинизмом стал заниматься еще в университете, после попал в сборную Украины. Спортсмену покорялись Альпы, Кавказ, горы Африки и Южной Америки. В последние 8 лет у Валентина появилось еще одно увлечение – ледолазанье. Аверест стал первым восьмитысячником для харьковского спортсмена. Самая высокая вершина в мире, понятно, это мечта каждого альпиниста. Ну, я понял, что не могу такую шанс упускать. Тем более украинцев на Авересте было не так уж и много. А харьковчане, крайнее восхождение, если я ничего не путаю, было аж в 2005 году. Дома спортсмен пробудет недолго. Сейчас он готовится к новой экспедиции. Вместе с первой украинкой, поднявшейся на Аверест Ириной Галайси, Павин уже на следующей неделе отправится на Аляску, где планируют зайти на самую высокую вершину Северной Америки – гору Денали. Александра Новосел, Олег Мартынюк, Агентство телевидения Новости.